МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недавно вы вернулись с очередного съезда партии. Расскажите, о чем там шла речь? Да, 26-27 октября в Москве проходил седьмой съезд партии «Справедливая Россия». Проходил он два дня. Съезд был достаточно бурный, но это в какой-то степени и ожидалось. И члены партии ждали вот такого откровенного, острого разговора. Ну и надо сказать, в принципе, такой острый разговор получился. Съезд шел два дня. Партия, в принципе, у нас уже парламентская, второй срок в Государственной Думе. Нашей партии, кстати, вот на днях тоже семь лет исполняется. И как раз состоялся седьмой съезд. Ну, установки были на съезд приблизительно следующие. То есть прошли сейчас в сентябре месяцы выборы в стране. В том числе выборы мэра города Москвы. На эти выборы смотрела вся, в принципе, Россия. Для нашей партии, где участвовал на этих выборах председатель партии Левичев, эти выборы нельзя сказать, чтобы были успешными. Набрал он крайне мало процентов. По сравнению с партией, которая набрала порядка 13% в декабре 2011 года на выборах в Госдуму, Левичев набрал гораздо меньше. И вот среди членов партии данный острый разговор назревал. Очень много было, в принципе, недовольных. В последнее время якобы намечалась какая-то такая не совсем внятная соглашательская политика, в том числе с Кремлем, то есть с властью. И вот на съезде было очень много критических выступлений. Прошлись по всем должностным лицам. Ну, имеется в виду, у нас два должностных лица главных. Это вот Левичев, председатель партии, и Миронов. Как неформальный лидер партии, председатель фракции в Государственной Думе, руководитель фракции в Государственной Думе. Особенно досталось, конечно, Левичеву. И вот состоялись определенные кадровые решения на съезде. Николай Левичев был перемещен с поста председателя партии, и сейчас председателем партии, и тайным голосованием на съезде избран опять Миронов Сергей Михайлович. Он же будет совмещать как бы пост руководителя фракции в Государственной Думе. Левичев переместился на... Он сейчас возглавляет палату депутатов Справедливой России. То есть у нас есть несколько звеньев депутатских. То есть и муниципальные депутаты, и законодательных собраний в регионах, и фракция в Государственной Думе. То есть вот он возглавляет депутатскую палату сейчас. Изменился лидер партии, изменился руководитель партии. А какие-то еще были приняты судьбоносные, может быть, значения? Нельзя сказать, что поменялся лидер партии. Просто сейчас как бы привели реальное состояние дел с составными... Формально и с фактическим. Да, формально и совместили с фактическим. Потому что Миронов, он как бы и оставался лидером партии. Но с учетом того, что на съезде, вот я еще раз повторяю, было очень много критики и критиковали курс партии, хочется надеяться, что сейчас новые руководящие органы партии самым должным образом извлекут уроки из всего сказанного. И, кстати, съезд принял резолюцию. И эта резолюция однозначно подчеркнула, что никаких, значит, соглашательских позиций. У партии должна быть четкая, своя строгая линия. Неизменность социально-политического курса, программной нашей установки, то есть построение социализма. Капитализм в нашей стране, наша партия строить не собирается. И этот съезд еще раз подчеркнул. Леонид Геннадьевич, вот вы сказали, что были критические отношения к курсу партии. Какие... И очень часто из федеральных СМИ мы видим, что порой депутаты «Справедливой России» поддерживают какие-то предложения, которые вводят власть, президент, премьер-министр. Какие конкретно действия, может быть, критиковались депутатами? Конкретно то, что в России происходит? Ну, нет, нельзя сказать, что это по всем основным знаковым таким законопроектам для страны, в большинстве своем партия расходится, курс партии и голосование партии «Справедливой» расходится с голосованием известной фракции большинства, то есть «Единой России». И вот сейчас на повестке дня встает новый бюджет как в Российской Федерации, так и у нас в Республике. И здесь у нас очень много критических замечаний. Альтернативный бюджет подготовлен в Государственной Думе нашими депутатами партийными. И тот бюджет, который предлагает правительство Медведева, он для нас неприемлем. Мы исповедуем другой курс, и, соответственно, этот бюджет в представленном виде, он голосоваться нашими партийными депутатами не будет. Депутаты будут голосовать против бюджета, который представляет правительство России сейчас? Против. То есть, если не учтут наши принципиальные моменты. Какие? Значит, бюджет – это не бюджет развития, а бюджет какой стагнации. Сейчас не секрет, что экономика на спаде. И если радикально не переложить руль, в том числе и в бюджетном плане, ничего хорошего ждать не приходится. Значит, сейчас мы будем свидетелями вот этих вот баталий в Государственной Думе по бюджету. Кто интересуется политикой, кто интересуется экономикой страны, пожалуйста, давайте будем смотреть. Сейчас я не… ну и времени здесь не хватит, окунаться во все детали. Леонид Геннадьевич, спасибо большое. Будем надеяться, что эти серьезные баталии не приведут к серьезным последствиям. Спасибо большое. Напомню, что сегодня у нас разговор по существу был депутатом Государственного Совета Чувашской Республики Леонидом Малукиным. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова